ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это обращение в душу в себе принимаете и переживаете его, и мир для вас становится иным, и готовит вас к покаянию, где очень много уже разговоров, хотя, естественно, тоже не только разговоры, и о политике можно говорить музыкой. Марш Берлиоза, Ракучи Марш знаменитый, был обращением к венграм, поднимающимся на революцию. Это был очень сильный политический язык. Ну, это хрестоматийные примеры. Я просто хочу сказать, что, вот видите, нет такого различия, такого четкого, что вот есть такой предмет, о котором нельзя говорить невербально. Я такого предмета не знаю. Кто может сказать «без слов» больше, чем немое кино? Давным-давно люди догадались, тело – бесподобный телеграф. Оно постоянно сигнализирует о состоянии души, иногда помимо нашей воли. Невербальное общение, говорят психологи. Физиономия характера. Как вы думаете, о чем это? О походке. Знаток человеческой натуры сказал. «Бальзак». А немое кино нашей жизни? Всегда ли мы верно прочитываем его кадры? И как прочитать немые послания телу? Как их передать? Проблема эта оказалась совсем непростой для современного человека. Как тут быть? И еще. Жест – это мысль или чувство? И зачем этот древнейший язык нам, живущим сегодня? Помогает ли общаться с людьми, понимать другие народы, постигать историю и политику? Поразмышляем над этим. Постараемся понять. Мы вспоминаем о нем только тогда, когда мы заболеваем. Когда нам плохо. Удивиться. Удивиться тому, что природа нас одарила фантастическим телом. Фантастическим организмом. Что ж такое человек без речи? Человек без штампов? Человек без стереотипов? Музыка безirdно. Слово своим рождением Обязанным жестом Если бы жест Не дал слову Стратегию Деятельности Стратегию образования Действия Слово бы и не возникло Звук речи как таковой не возник бы Дежурный КОНЕЦ Если бы жест не дал человечеству понятие позы, если бы он не родил позу, никогда органы артикуляции не пришли бы к тому, чтобы создать звук речи. Потому что звук речи – это поза, которую принимают язык, губы, гортань, диафрагма и так далее. Все органы артикуляции принимают определенную позу, и создается звук, ну, например, Т. Значит, сам способ, саму стратегию образования звука речи, звучащая речь, взяла у безмолвного жеста. А дальше она развивалась по своим законам звучащей речи. Но жест не перестал играть серьезные роли. Жест есть сугубо информативный, описательный жест, то есть жест, заменяющий слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Ставьте меня в покой, дыхами из вас». А по-русски я, наверное, скажу «Да бросьте вы, ставьте меня в покой, да бросьте вы». Вот такой жест «До свидания русский» у латиноамериканца может означать «иди сюда». И если вы этого не будете знать, то это может привести к недоразумениям. Так же, как я прошла через массу недоразумений, скажем, в Болгарии, где люди говорят «нет» и «да». А я говорю «У меня не хватит денег, и я не могу купить эту вещь, они мне кладут сумку». А я говорю «Нет», они мне кладут. Вот очень типичный жест для Испании и Латинской Америки. Он может вести за собой разную фразеологию в Мексике, в Перу, в Гватемале и в Аргентине. Он существует, этот жест. А фразеология за ним идет совсем другая. Она меняется. Вот здесь вот пара у меня «румберос», так называемый танец, который исполняет румбу. Они называются «румберос». Но надо сказать, что вот здесь, в России, не очень понимают, что такое румба. Румба – это танец очень древний, с очень долгой традицией. И он исполняется, в общем, обычно, ну, это сексуальный танец. В этом танце изображается петух и курица. И петух ухаживает за своей дамой и, в конце концов, ею обладевает. Поэтому это, так сказать, очень сложная хореографическая структура и построена на целой символике смысла языка жеста. Это просто очень интересно наблюдать. И у меня есть такая приемная дочь, Мения Мартинес, которая сейчас, она кубинка. И сейчас она одна из звезд, работает с Бижаром. Мения Мартинес. Но есть еще и другие жесты. Вот как раз ими, наверное, и пользовались люди, когда они не умели еще общаться словом. И тогда эту сферу человеческого движения, наверное, не стоит назвать жестами, а стоит назвать, так же, как и называется это в психологии, вратительными движениями. Ну а можно я вам расскажу про грузин, да? Встречная обращается к грузину, который несет большой арбуз и говорит, скажите мне, как пройти на проспект Руставели. То он говорит, сейчас, подержи арбуз. Не знаю. Когда мы говорим о невербальном общении, то мы должны обязательно понимать, что является условным принятым в данном обществе или данной культуре, а что идет от истинной человеческой природы. И вот то, что идет от человеческой природы, от эмоциональности человека, от душевных качеств, то понятно людям любой культуры. Я всегда рассказываю такую историю. Вот в университет имени Ломоносова, там была... Сейчас я покажу, где у нас кубинцы-то. А? Я не вижу. А, вот, да. Ромбера. Вот ромбера мы не сняли, вот там ромбера, они танцуют ромбу. Кубинцы очень выразительные, широко пользуются и всем своим телом, и руками, и, конечно, не имеют. Я всегда вспоминаю вот эту историю. Пригласили у нас молодую, прелестную историка латиноамериканской литературы в университет Ломоносова. Она читала там курс лекций, я при этом присутствовала. Потом пришел декан и сказал, знаете, что вот студенты наверху, они не могут присутствовать, мы перенесем туда магнитофонную запись и прослушаем еще раз вашу лекцию. Кому, сказала она, impossible, это невозможно. Без меня они ничего не поймут. И когда я ее стала расспрашивать, так сказать, как вот она пользуется, она сказала, да что вы говорите, мы без жестов вообще не можем существовать. Мы боремся за наш хлеб, мы боремся против безработицы, мы боремся потому, что у нас есть руки и руками мы все это требуем. И действительно, я поняла, что если у нее спрятать руки, она потеряет давление. И если условные жесты, они очень обособлены, это кивок головой, это движение рукой, то выразительные движения человека или пандомимические движения, как называют психологи, они всегда охватывают все тело. Пандомические и значит движение, охватывающее все тело. Сюда входят и движение рук, и движение головы, и взгляд, и общие позы человека, общий тонус свой, эмоционально-мышечный, и даже голос. Потому что голос, это тоже работа мышц, работа связок, и существует термин вокальная мимика. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Почему сейчас мы такое внимание, не только мы, а во всем мире, внимание такое уделяется невербальным связям между людьми и средствам этих связей? Почему? Ну, возможно, потому что, собственно, сама вербальная часть нашей общественной жизни в значительной степени как-то оторвалась от индивидуальных потребностей, индивидуальных глубоко лежащих внутренних импульсов жизни. Что на языке, которым мы привыкли пользоваться в обращении друг к другу, на этом языке слишком много текстов формальных, слишком обезличенных, слишком они оторвались от наших внутренних, ну, индивидуальных желаний, чувств, переживаний, мыслей, идей. Особенно заразительные. Когда просто человеческая мимика, ну, выражающая афет, страсть, отвращение, наоборот, любовь и притяжение к другому, привязанность к другому человеку, когда всё это гораздо больше воспитывает вот эту внутреннюю основу человеческих отношений, чем поучение. Ну, к сожалению, вот культура обучения, которая у нас развита наиболее широко, я бы сказал, абсолютно даже, она больше построена действительно исключительно на этих вербализмах. А они, как я уже сказал, они, к сожалению, приняли такой несколько бюрократизированный, ну, приказной, что ли, очень часто характер. Вот если мы посмотрим на наши педагогические призывы, то ученик должен, учитель должен, вот эта вот модальность долженствования, как немцы говорят, Золин, Мюссен, так сказать, вот это обязательно кто-то что-то должен кому-то, всё задаётся через слово. Должен знать – учи, учи то, что написано в словах и так далее. И вот, может быть, я повторяю, может быть, как раз несовпадение глубоко внутренних, индивидуально личных стимулов жизни, мотивов поведения, с чисто внешней, вербально оформленной требовательностью к человеку и порождает вот этот самый бум. Ну, это один из возможных ответов. Поехали. Да, ну, на столе. Так, мягенько, шаг, вот, тихонечко, только камеру. Камера, так. Берегите. Так, вот так вот. Давайте руку, давайте руку. Вот так вот, да, вот, вот так вот. И вот, смотрите, теперь поехали сюда плечом и раз, вот. Более такое активное движение. Так. Хорошо. Одно удовольствие. Ребенок это делает. Почему это не может делать взрослый человек? Была такая детская сказка. Называлась она «Вы поедете на бал». По условиям этой сказки участникам объявлялось, что они едут на бал. Могут выбирать любой наряд, ехать в карете, но при этом были запреты. Да и нет, не говорите, черный с белым не берите. И, естественно же, когда задавался вопрос «Вы поедете на бал», то первое, что приходило на язык, сказать эти запретные слова. А если все же нельзя их сказать, то что же остается делать? Конечно же, тут на помощь приходит палочка-выручалочка, жест. Когда мы не можем произнести те или иные слова, а это бывает в разных ситуациях, то нам на помощь приходят жесты и мимика. Мимика и жест – это по существу одна жестово-мимическая система. И вот обратимся к глубокой древности, когда на заре человечества жест и мимика господствовали в человеческой психике. Обратимся к тому времени. Как мог первобытный человек поведать о чем-то своему собрату? Как он мог рассказать ему о чем-либо? Конечно же, только мимикой и жестом. Дело в том, что в первобытном обществе у первобытного человека жест и мимика были развиты совершенно. То есть человек обладал бесконечной степенью свобод в отношении тела, рук, глаз, ушей. То есть они работали у него значительно большим запасом, чем у современного человека. Конечно, это проблема для современного человека. Мы много говорим об экологии. Мы пытаемся спасать птичек и природу. Но человека уже надо начинать спасать. В этом есть драматизм проблемы. Человек начинает в каком-то смысле вырождаться. Вся вот эта прекрасная система, неупотребленная, невостребованная, она начинает атрофироваться. Дверь, которую мы не открываем три года, покрывается ржавчиной петли. Поехали. Голову куда-то. Нет, еще разочек. Еще разочек. Но тогда с самого начала ее держите. Через какое вы пойдете плечо? Через это тогда смыть. Вот тогда вот как. И идите теперь через вот эту часть. Вот. Вот сюда. Вот. Понимаете? Вы открываете эту часть и идите через нее. Стоп. Выразительность вещь ситуационная. Ей нельзя учить. Можно вырабатывать ряд качеств, которые помогут человеку стать более выразительным. То есть, не знаю, если для... С точки зрения выразительности, ну, не знаю, скажем, положение плеч, как Дель Сарт утверждает, играет роль термометра чувств. То есть, ну, не понимаю, не понимаю, ну, совсем не понимаю. В зависимости от движения плеч, я как бы... Чем интенсивнее какое-то чувство переживаю, тем активнее работает плеч. Но если у меня вот такие зажатые плечи, чтобы я не переживал, я не могу это выразить. Но, повторяю, если я просто буду учить, что выразительное, это когда плечи поняты, это неправда. Выразительное, это когда есть ощущение, которое легко и четко само находит себе путь наверх. Так вот, я могу помочь только вот эту вот штуку тела привести в порядок, привести в гармоническое состояние с душой. А выразительность – это вещь возникающая. Выразительность – это продукт совместной деятельности души и тела. Наше общение идет, я думаю, процентов на 90 на уровне мимословесном. Поэтому, конечно, мы все владеем этим искусством. Поэтому, естественно, что вот искусство жеста, движения, выразительные позы и так далее, оно достаточно автономизировалось. Даже появились там пантомима, танец. Это все в какой-то степени искусство выразительности телесной. А как сделать, чтобы естественные формы движения были яркими, эстетизированными, более выразительными и так далее? Это сложная проблема. Я думаю, что, конечно, да. Причем, поскольку пластика и человеческое тело, и движение не существует само по себе, это есть всегда лишь выражение его внутреннего мира, то, наверное, развивать нужно внутренний мир человека. И, соответственно, будет развиваться его пластическое выражение. Так надо хотя бы до предела восстановить те возможности, которые заложены в теле. Потому что, когда мне актеры говорят, мой любимый пример, главный старик, чтобы здесь было, я говорю, хорошо, вот отсюда рождается широкий жест. Эх, а у тебя застарела артрит правого плеча. О, и дальше не идет. И что же делать? Так вот, мне нужно, чтобы вот эта мысль, эмоция, чувство, которое рождается где-то в актере, приходя в тело, заставали кого-то. Как это есть, по-моему, у Станислава Ежелеца или у Эмиля Кроткова, они оба так в одном жанре работали. Такой каламбур. К нему в голову пришла мысль, но не застав никого, ушла. Так вот, чтобы эта мысль, не застав никого в теле, не ушла опять. А чтобы нашла отклик партнера равноправного, равноценного. Хотя это очень условно. Это тоже, думаю, одна из самых страшных наших проблем, что мы искусственно все-таки и терминологически, и в своем понятийном аппарате, и по сути разделили тело и душу. Отделили, точнее, мы говорим душа и тело, психика и физика и так далее. Это неправильно. Не в том смысле, что это не совсем так. Это принципиально неверно. Мы единый организм. И нет, так сказать, отдельно проявлений чисто телесных или чисто психических. Это искусственное разделение. На каком-то этапе возникшее в нашем больном европейском вот этом воображении, истерзанном многими проблемами европейской цивилизации, а сейчас особенно в этом урбанизированном мире, где все отделилось, где мы вообще теряем ощущение своей телесности. И в этом как раз вот проблема, почему всем этим приходится заниматься. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, я для себя называю, ну так, не надо шучу, что-то типа реанимации. Я не учу их, как надо двигаться. Я пытаюсь освободить и в них нормальные, в человеке сидящие качества. И человек рождается совершенно нормальным, с целым рядом прекрасных качеств. Сила мышц, гибкость подвижных суставов. В него заложены блистательные координационные возможности, определенная скорость реагирования ему дана. А потом от этого нашего школьного сдерживающего воспитания, от этой чудовищной школьной физкультуры, от этих наших вечных «не бегай, не крутись» и так далее, и так далее. И он перестает и бегать, и крутиться. И потом вырастает вот нечто такое скукожно-редуцированное до минимального объема движений. Значит, мне нужно просто восстановить эту нормальную, естественную двигательную активность и тока. Вот для меня в идеале, чтобы они стали опять как дети. Могли положить ногу на шею, могли кувыркаться, прыгать, быстро бегать, въезжать, кувыркаться с удовольствием. А не в том смысле, что надо, Вася, надо. Ну что делать, неприятно, но я, собрав гражданскому, что в кулак, кувырнусь вперед. Мне нужно восстановить в них то, что называется, ну не знаю, мышечной радостью. Вот такой бескорыстной радость движения. Камера. Так. Берегите. Так, вот так вот. Можно упомянуть имя великой танцовщицы Асидоры Дункан, который вот на основе этих естественных пандемических движений, абсолютно не используя заранее придуманные, установленные жесты. Она обладала таким большим талантом, который позволял ей чувства и переживания при восприятии музыки переводить в движения. Опять-таки, я повторю, не пользуясь заранее созданными «по». И вот эти движения, постепенно находя для них нужную форму и создавая как бы такой двигательный ответ той музыки и тому переживанию, которое ей владело в данный момент, она несла эти движения людям вместе с музыкой. Она двигалась под музыку. И вот оказалось, что простое, скромное, естественное человеческое движение могло оказывать огромное преобразующее влияние на человека. Об этом говорят очень большие источники отзывов о ее выступлении, влиянии на отдельных людей. И вот идеи Осидора Дункан, они были в свое время очень широко восприняты в мире. И в нашей стране с 2014 года и по сей день создавалась и существует методика. И вот эта методика использует также естественные пандемические проявления человека во время слушания музыки, обязательно музыки художественно полноценной, хорошей, народной или классической устоявшейся музыки. И вот таким образом, двигаясь под музыку, стараясь выразить ее естественно и искренне пережить, человек на самом деле усваивает эти глубокие ценности, которые заложены в музыкальном произведении композитором и расширяют как бы свой внутренний мир. Играет музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот давайте представим себе следующую картину, что просто язык, который мы с вами выделили в качестве языка в узком смысле слова, и языки, в кавычках, уже по отношению к первому, которым мы пользуемся вот при прикосновениях, при жестах, при танце той же Осидора Днукан, что все эти языки представляют из себя реальное разнообразие форм обращения человека к другому для и потому... Ну вот поскольку человек без другого не может существовать, и через другого он относится к себе, и, кстати, вот это я, о котором я говорил, который становится властителем своих собственных мыслей, чувств, тела и так далее, только потому и отделяется от меня, вот происходит это разделение, это внутреннее расщепление человека на себя и себя, на того, кто к себе относится и того, к кому я отношусь. И тут же это перевороты происходят, тут же все наоборот, появляется и третий, который смотрит на того, кто относится, и так далее. Так вот это расщепление происходит только потому, что я обращаюсь к другому человеку, но обращаюсь таким образом, создавая это средство обращения, вместе с ним, используя культурные средства, существовавшие до меня, преобразуя их таким образом, чтобы они были понятны ему и только поэтому мне. Они и мне-то понятны только потому, что я надеюсь, что они будут понятны ему. Я жду его реакцию в каждом моем слове, в каждом моем жесте, в каждой моей музыкальной фразе, в каждом пластическом образе, который создаю для себя и для других, как скульптор или архитектор, во всех этих случаях я ведь всегда не информацию передаю, не люблю я этого слова. Нет, я передаю себя, я истрою его, того человека, который во мне, но вижу его в другом. Я могу приказать своей руке сжаться, вот сейчас я это сделал сознательно, но и в том случае, когда я это делаю бессознательно, и в том случае, когда я это делаю сознательно, приказ, идущий от головы мышцам по нейронным цепочкам моих нервов, делает это на языке органа, на языке нервной системы. Здесь есть особый язык, который заставляет меня, вот этот мой орган работать, понятно. Но этот орган для меня необходим, но недостаточен, чтобы жить человеком. Для меня вы, все люди, культура, которая всегда воплощена в отдельных людях, в индивидах, в их способности жить, в их способности обращаться к другим людям, вот ими я должен управлять. Но управлять не в том смысле, в каком управляет нами власть, а управлять так, как управляет человек своими органами для достижения какой-то цели, но не как средство в данном случае. Почему? Потому что каждый человек и на меня смотрит, как на свой собственный орган. И если мы друг друге не будем видеть именно не только вот этот орган средства, но и орган самоцель, орган, который я стараюсь развить, а мой другой товарищ меня хочет, так сказать, сделать другим лучше, вот в этом случае, ну во всяком случае таким, который соответствует его идеалам, его представлениям о человеке, то во всех этих случаях все наши действия есть не что иное, как производство человека в человеке, производство форм общения. Кстати, Марк, говоря о коммунизме, сказал очень коротко, что коммунизм это производство формы общения, не средств к жизни, а формы общения. С этого мы начали, к этому мы идем. Мы производим себя, создавая форму общения, создавая семью. Субтитры создавал DimaTorzok Да, только упор вот этот, да, и туда, вот так, да, 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 вот так вот, а только отпускайте ногу его чуть-чуть, а вес должен смещаться в противоположную сторону ваш. Смотрите, стоп, ребят, секундочку, ребят, учтите только, смотрите, когда вы держите, если ногу человека, уходит ведь туда масса тела, значит, вы должны что-то противопоставить ей. Вот, ваш вес должен смещаться в противоположную сторону, а вы пытаетесь смыть, что вы его здесь держите и отпускаете туда, и не можете уже, должны быть встречные движения. Так, хорошо, ребята, заканчиваем. И еще одна вещь, я то хочу сейчас попробовать, первое, можно вас на секундочку? Сейчас, я хочу. Вот можете мне войти, нет, лицом ко мне просто, войти мне на колени встать. Поехали, поехали. Так, стоп, стоп, так, вставайте, вставайте, вставайте. Так, стоп, секундочку. Так, стоп, тише, 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 подождите, подождите, пожалуйста, тише, тише. Теперь, встаньте, вставайте. Нормально, встаньте на стул. Вот так, садите. То же самое, поехали. Поехали, поехали. Стоп, ребят, секундочку. Опять та же проблема, вот так как с акробатикой мы уже разобрались, тот же принцип, не становитесь не людьми, оставайтесь нормальными людьми, с нормальной человеческой логикой. Есть стул. Если, держите руки, как я встаю на стул, смотрите, вот ставлю сюда и центр тяжести, вот подтягиваю. Как только начинается с партнером, смотрите, что вы все пытаетесь делать. Зачем это мучить на борьба? Вот, забрать центр тяжести и встать, все. Вот, смотрите, мои колени всего на 5-6-7 сантиметров выше, чем стул. Ну, эти мы продолжим потом заниматься. Вы уже торопитесь, переодевайтесь. До свидания. Да. Это просто начало парной акробатики. Это подготовительные упражнения, то, что вы видели, упражнения на парное равновесие, или я их для себя еще называю, вот как раз в качестве ответа на ваш вопрос, упражнения на неформальное общение. Правильно, я им показываю какие-то приемы, там, чисто биомеханические, уравновешивание двух физических тел, поиск суммарного центра тяжести на устойчивом опоре. Но гораздо важнее мне, чтобы они думали друг о друге. Тут вопрос отвечает о том, что когда мы с ним и так вдвоем, мы начинаем отклоняться. Если я думаю о себе, чтобы не упасть, я падаю и увлекаюсь за собой. Мы удержаны только если я занимаюсь им, так сказать, все время, как бы веду его, а он ведет меня, думая друг о друге. Это психофизическое качество, это не физическое. Знаете, это опять целостное. Это именно чувство партнера. И понимаете, мы выходим на улицу, ведь мы все время говорим о хамстве, от которой мы все устали, но здесь еще есть, ну, это тоже связано, как сказать, с поведением, с односторонным состоянием нашей нервной системы, психики, этического нашего состояния и так далее, но это еще частично связано с какой-то все-таки вот, ну, будем пока так условно говорить отдельно, пластической культурой. Очень многие ведут себя иногда, то есть есть какое-то хамство, часть хамства, ну, такого непреднамеренного по одной простой причине. Человек не осознает, что тело – это тоже часть его. Ну, так, перед тобой могут вот так внести руку, он не понимает, что, так сказать, он телесен, или может стать так, не знаю, плечо перед твоим носом держать, не понимает, он, так сказать, мало того, что, ну, там он не очень, может, ну, мучается этим этически, что он там, не знаю, нависать на тобой, но он просто, это для него не часть, он, это не часть его, он же где-то здесь, понимаете, он же, глубоко говоря, мозгами на вас не лег, и он не чувствует дискомфорта. У меня была безумная ситуация, я сейчас вам покажу, я ехал в маршрутке, была очень смешная ситуация, я сидел вот так, значит, в маршрутке, и здесь, значит, сидел еще рядом человек, вот второе кресло, потом на какой-то остановке кто-то вошел лишний, ну, шофер согласился, и он сел вот так между нами, вот так, втиснулся, значит, половинка на мне, это тоже пока нормально все. Мы проезжаем часть пути, вот этот человек, который сидит здесь, встает и уходит, я сижу здесь, и вот этот человек вот так до конца едет, вот в этом неудобном положении, и не догадывается сесть вот так, нормально. Это клиника, понимаете, это атрофия тела, он существует вот здесь, здесь его нет, на мне сидит оно, уну, нечто среднеполое, среднечеловечное, не имеешь никакого отношения к нему, как к человеку, и он этого не понимает. И объяснять ему просто бесполезно, он очень удивится, он же где-то тут был, вот тут. Он же, так сказать, Дух Святой, он же не человек. И вот если мы не разрушим это, вот это ощущение себя, только здесь мы так долго убеждали человека, что он это только вот это вот, что сами начали верить в эти заклинания, понимаете? А человек это вот это все, и человек должен это понимать, чувствовать. Понимаете, это не подлежит как бы моральной оценке, оно есть и все, и не плохо, и не хорошо. Вот мы такие, и это наше естество. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вернемся к главному. Главное все-таки в том, что то, что природа нам дала, мы переделываем по логике культуры, по логике истории, по логике тех отношений, в которые мы вступаем, и которые мы вынуждены использовать, вынуждены преобразовывать, меняя при этом и себя, развивая себя, меняя себя, делая себя другим. Но только для этого одно условие, с которым я начал, от которого, к сожалению, отошел. Это условие такое, что он должен отделиться от себя. Он должен по отношению к себе стать владельцем себя. Человеком, который может заставить руку действовать не так, как ситуация подсказывает, а так, как подсказывает долгая цель. Все тело, мысли свои, поведение свое, отношение к другим людям. Все это строится им не по схеме самих этих отношений, а по мотивам своей жизни, по целям своей жизни, к которым он тоже относится, или, по крайней мере, должен относиться, и критически, и со стороны. К сожалению, эта способность человека очень здорово губится в раннем возрасте и системой образования, обучения. Мы сделали все, чтобы человек не относился к себе, чтобы меры, какой человек себя мерит, было то, что ему предложено другими людьми в готовом виде. И вот когда человек берет готовые меры для того, чтобы оценивать самого себя, он перестает быть человеком, он становится конформистом. Тогда он становится тем слабым существом, по отношению к которому великий инквизитор, помните, из братьев Карабазовых, Федора Михайловича Достоевского, становится абсолютно правым. в своем отрицании человеческой силы, человеческой возможности. Мы тогда, говорит он, спасаем этого слабого человека, забывая при этом, что таким слабым мы его и делаем. Мы его вначале делаем слабым, а потом начинаем спасать от самого себя. Вот так часто бывает. Скажите, вы любите танцевать? Ведь вот что самое интересное. Ведь люблю, а не умею. Почему? Ну, это уже чисто, так сказать, сложилась жизнь наша, потому что тот возраст, когда человек входит в танец со всей своей душой, ну, полностью отдается ему, этот возраст у меня пришелся на военный, и на военное время как-то было не очень до танцев. Ну, хотя именно тогда я и полюбил танцевать. А потом, потом, потом как-то не бывал в тех компаниях, где танцуют. Такая частичность в развитии человека, ущербность, я бы сказал. А жаль, что так не потанцевали. М? Жаль, что так не научились танцевать и не танцевали много в жизни. Да, ужасно жалко. Ужасно жалко. Потому что, когда я смотрю, вот почему я и люблю балет, наверное, я, кстати сказать, не очень... Вот современные наши танцы, конечно, как всякий пожилой человек, наверное, я... Современные наши танцы, наши молодежи, как мы говорим, я не очень понимаю, потому что действительно считаю, что это образ мира, который мне не очень нравится. Когда все вместе, но каждый отдельно. Синь, гимми, гимми, ты. Когда я начал ощущать свое тело, я могу сказать, когда я ощутил беспомощность своего тела, когда в 10-м классе на выпускном вечере меня пригласила на танец, белый танец, девушка, которая мне очень нравилась, и когда мне пришлось с ней начать танцевать, и когда... Она очень хорошо, легко двигалась, и когда я пошел этим квадратно-гнездовым танго на деревянных ногах, у меня было ощущение просто тихого ужаса, понимаете? Я был липкий, я вдруг вот осознал эту просто бездну, которая меня отделяет от нее, вот этой моей, ну, чудовищной... Здесь я готов был, не знаю, там стихи читать, там говорить немыслимой, душа пела и рвалась, а вот это вот тело было таким. И когда меня, значит, я встревоженно этим пришел домой и попросил, чтобы меня мама и сестра учили танцевать, и начал вот это мучительно осваивать, это была первая катастрофа. Я понял, что никогда, пока я не попал в джазовый клуб, когда сидели музыканты и играли. И когда я вдруг услышал эти вот заразительные ритмы и увидел людей, так сказать, свободно отдающихся вот этому течению мелодии, ритма и прочее, я вдруг почувствовал, что это мое. И я сразу затанцевал по-своему еще, так сказать, осторожно, но вот я сразу понял, что это вот мое. Не вымучено-выучено, шаг вперед, два в бок, поворот и раз, и два. А вот свободное движение для меня оказалось более перспективным путем. Я начал этим всем увлекаться. I got my mojo working, baby And I'm gonna try it on you Oh, yeah I got my mojo working, baby And I'm gonna try it out on you Oh, yeah Well, I tried in New York City Oh, now I'm gonna try it on you Oh, yeah I'm gonna work my mojo I'm gonna try it on you I got my mojo Thank you I got my mojo Hey, you Ну, конечно, когда человек что-то постигает искренне, то тем самым он и раскрывает себе, это безусловно так. Но я думаю, что, наверное, раскрыть себя просто, это может быть не очень важно, а важно, наверное, как-то совершенствовать себя, как-то улучшить немножко себя, как-то воспитать себя. Знаете, есть люди, не умеющие танцевать, естественно, но, наверное, каждый человек сможет танцевать. От природы, конечно, каждый может, но другое дело, что наше воспитание идет таким образом, что мы зажимаемся и получается. Точно так же, как говорят, что нет людей, которые не могут петь. Есть такой прекрасный педагог, как Дмитрий Афеевич Огороднов, который, занимаясь очень так медленно, постепенно, ненавязчиво своими учениками, в конце концов достигает того, что у него поет целый класс, а из класса выделяется человек 10 солистов, те, которые вообще раньше не умели петь. Это, в общем, вопрос все того же порядка, вопрос постепенного раскрытия человеческой личности. КОНЕЦ 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 Нет, это, безусловно, дерзкое, как и все творческое. Вы знаете, ведь, когда затанцевала Анна Каренина, я уж не говорю о других некоторых сюжетах, то у очень многих было такое шоковое немножко состояние. Все что угодно, но только не Анна на шее и тем более не Анна Каренина. Эти две Анны не могут танцевать, они могут быть только в литературе. Это особый язык, это особый образ. Но ведь речь-то идет тут немножко о другом. Композитор с нами делится не Чеховым и не Толстым. Он делится с нами, обращается к нам своим собственным внутренним миром, который оказался взволнованным, взбудораженным образоме Толстого или, в другом случае, скажем, Чехова или какого-то другого прозаика. Поэтому я думаю, что сонета Шекспира – это ведь, наверное, тоже просто так передача того, что человек… Ну вот помните, блистательный мне был обещан день, и без плаща я свой покинул дом. Но облаков меня догнала тень, настигла буря, с градом и дождем. Начало сонета Шекспира, можно это станцевать. Я представляю себе, как человек, пластически изображающий эту ситуацию, поглядывает на небо, смотрит, что у него нет плаща и так далее. То есть он пытается просто в жестах передать то, что там написано. Все кончилось, а Шекспира здесь нет. А вот если этот переход от блистательно обещанного дня к буре и дождю в душе моей, в музыке, в танце, в пластике движений, будет передан, это, конечно, будет конгениально Шекспиру. Это не будет Шекспир, но это будет идти от Шекспира. Это будет то, что подвинуло автора этого танца, этого спектакля, скажем, подвинуло на то, чтобы сообщить нам свое восприятие Шекспира. Вот так я это понимаю. Танцующая Анна Каренина, сонеты Шекспира, без слов, научная идея, потрясшая мир. Конечно же, все это дерзко и неповторимо. Повторяется вот что. Едва родившись, новое рвется наружу, к людям. Иначе зачем оно? И тогда выходит на подмостки актер, берется за дирижерскую палочку музыкант, ученый поднимается на кафедру, чтобы донести смысл, итог своих рассуждений, озарений. И не просто донести, убедить, заразить идеей, а это уже чувство, страсть. И вот тут выручает жест, мимика, красноречивый язык самой природы. Музыка. 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 Лучшие ораторы, они как раз используют не только словно, но и движение. Например, очень интересно посмотреть на позу говорящего. Человек, который действительно хочет донести с трибуны свои мысли, я часто наблюдаю даже за нашими сотрудниками в нашем институте, у них меняются позы. У них позы всегда обращенные к аудитории. Они всегда идут на встречу к ним. И таких людей очень легче слушать. Они полнее воспринимательнее. Они вызывают доверие. И мне кажется, может быть, они безусловно не вызывают доверие, потому что они искренне хотят сообщить что-то человеку и стараются, чтобы он понял это. Мне кажется, это просто, может быть, наш недостаток, в каком-то смысле, наше воспитание, нашей культуры, что мы не используем вот такой богатый арсенал воздействия на человека, передачи ему своего состояния, как двигательная сфера. Я думаю, только поэтому. Понимаете, вот сейчас, когда у нас идет такая большая, я бы сказал, очень широкая дискуссия по самым глубоким и серьезным общественным проблемам, ведь что бросается в глаза? Ну, кроме того, что многие из нас могут очень искренне выразить свою точку зрения, свою оценку, слава богу, что это действительно можно, что это доходит до других, что это обращение становится обращением к городу и миру, ко всем, все-таки бросается в глаза такая распространенная весьма особенность реакции на эти индивидуально звучащие слова. Они очень часто не понимаются и читателям, и зрителям, если говорить о телевидении. То есть человек очень часто воспринимает то, что ему говорят на языке, эмоции, которые прорываются сквозь вот эти идеологизированные штампы. Он воспринимает и сам через некоторые штампы, и тоже очень эмоционально. Вы понимаете, общение это идет уже не на уровне языка, а за языком скрывается мировоззрение, мирочувствование даже. Ну вот увидит человек на экране Сталина, который выступает, говорит о том, каким должен быть, ну, скажем, депутат. Известное выступление Сталина. И один только увидел этот образ, он даже в его слова-то не вслушается, он его депутат, он только увидел этот образ, и в него всклыхнулась вся его история. Этот образ для него дорогой. Понимаете, это его жизнь, это символ его жизни. И когда он читает и слышит о Сталине как преступнике, которого надо судить, он, с одной стороны, с этими словами может и соглашаться, потому что слишком много фактов, слишком много мы узнали и о роли этой личности. А с другой стороны, вот то, о чем я сказал, вот это эмоциональное отождествление себя с историей и с этим образом выражается очень часто в таких тоже вербальных словесных формах, за которыми скрывается совсем другое. Не то, что он говорит, а то, что он чувствует, его эмоции. И мы уже научились реагировать друг на друга не на слова, а вот на то, что скрывается за ним. Поэтому я хочу задать тогда такой вопрос. Так что же это, вербальное общение или нет? Ведь по форме вербальное. Человек читает, оценивает, пишет в редакции. Я с вами не согласен, я считаю, что это неправильно. Нельзя так вот зачеркивать всю эпоху и так далее, и так далее. И находит слова, а на самом деле он говорит другое. Меня не трогайте, что ж вы мою ту жизнь перечеркиваете? Ведь мне может быть действительно, прежде всего, ценнее в этом мире то, что я ее прожил не зря. А вы мне говорите другое. Хотя ему этого не говорят, наоборот, его успокаивают. Говорят, мы как раз вас и ваш вклад в историю не имеем в виду. Вы-то как раз прожили честную, хорошую, великолепную жизнь, были там стахановцем, ударником, искренней и так далее. А его это не удовлетворяет. Так вот я и спрашиваю, на каком языке здесь идет общение? На языке слов? Нет, здесь, как в музыке, за словами скрывается больше. Вот этот внутренний мир, континуальный. Вот этот внутренний мир символический, выражающий собой целостность человеческой натуры, целостность души человека. И вот душа с душою говорит, хотя и используя слова, но не на вербальном уровне, не на языке вербализмов, а на языке эмоций. Субтитры создавал DimaTorzok Вот самое главное, начать и двигаться. Понимаете, потому что упражнений, ну я могу сейчас пока это, но их миллионы. Вот всевозможные такого типа. Лучше даже самому изобретать себе эти упражнения, потому что несчастье всех комплексов обычных, они очень тривиально линеарны. Мы как-то до сих пор не можем от магии комплекса ГТО с его такими руки в стороны, руки вверх, руки вперед. Жизнь в миллиарды раз разнообразней. Кроме того, есть еще одна проблема. Мы все время говорим о воспитании, мы все время говорим о жизненной активности и так далее. И вот две вещи. С одной стороны, вообще сам процесс воспитания, и к тому же воспитание активности жизненной, без занятия своей телесной, так сказать, оболочкой, он невозможен. Все системы во все времена и эпохи, будь то античная вся культура, греки, спарта, афины, будь то восток, йога, карате, будь то любые системы, так или иначе, всегда решали в комплексе, в процессе воспитания. Потому что воспитание во многом было связано с развитием человека нравственного и волевого начала. Я понимаю, они сумасшедшие, они считают, что от того, что они, современный человек там плохо развит, от этого слабая воля. Но и это тоже часть проблемы, понимаете? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...